Привет! Вы на канале Гейм Джулия. Ой, а это кто? Да это же веселая кукольная птичка! Смотрите, она здоровается с вами! Какая милашка! Этой игрушкой можно управлять и ее легко сделать своими руками. Вы можете научить ее двигаться, а пока она сидит и поворачивает головой. Ху, она очень любопытная! Ах, как забавно она прыгает! Куда это ты поскакала? А ну стой! Ой, злится! Ай, клюется! У этой птички непростой характер. Хм, кого-то высматривает. Ну как не полюбить такую птичку? Если она вам понравилась, поставьте ей лайк! Чтобы сделать такую забавную птичку, нужно 2 картонных цилиндра. Можно взять 2 втулки. Проволока синель, такая мохнатая гибкая штучка. И пару моточков толстой пряжи. Я взяла розовую и малиновую. А еще пригодится цветная бумага, чтобы обернуть цилиндры. Клей-карандаш, ножницы и деревянная палочка. Но можно взять обычную тонкую веточку или бабушкину спицу. Итак, приступим. Первый цилиндр мы оставим как есть. А второй нужно разрезать пополам. Нам нужна только одна половинка. Теперь сделаем втулки цветными. У меня будет розовая птичка. Поэтому я взяла розовую бумагу. Она у меня двухсторонняя. Буду использовать клей-карандаш. Я вырезала полоску бумаги немного шире самого цилиндра. Наношу клей прямо на картон и приклеиваю бумагу. А вы можете сразу намазать бумагу клеем и приклеить. Аккуратно заворачиваю и снова промазываю клеем. Осталось совсем чуть-чуть. Тщательно промажу края. Еще раз. Продолжение следует... ...выступающую за картон бумагу я заверну вовнутрь. Надсекаю бумагу ножницами. Продолжение следует... ...промазываю клеем картон и сами полоски. Продолжение следует... Продолжение следует... ...вовнутрь. Получается ровный красивый край. Продолжение следует... ...выступает. Продолжение следует... ...выступает. Продолжение следует... ...берем маленький цилиндр. Это будет голова птички. В нем нужно сделать два отверстия. Одно вот тут, а второе с противоположного края. Смотрите, одно здесь, второе здесь. Я уже сделала отверстие с помощью шила. Возьму небольшой кусочек розовой пряжи. Завяжу на конце узелок. И проделаю сквозь одно отверстие, чтобы узелок оказался внутри. Второе отверстие нужно, чтобы соединить голову с туловищем. Здесь нужен шнурок потолще. Вот такой. Сейчас я покажу, как просто его сделать. Берем две длинные веревочки. С одной стороны крепко держим пальцами обе нитки. Других два конца начинаем скручивать. Скручиваем, скручиваем, чем больше витков, тем лучше получится шнурок. А теперь соединяем два конца вместе. Осталось поправить. Оп! Получился вот такой классный витой шнурок. Кстати, поделки и фокусы про веревочку есть на моем втором канале. Надо сделать еще два таких шнурка для ножек моей птички. Я продела и зафиксировала длинный шнурок. Это будет шея. А теперь сделаю лапки. Я буду использовать мохнатую проволочку. А вы можете сделать лапки из картона или пластилина. Получилась вот такая пушистая лапка. Я закрепила на ней короткий шнурок. И еще один для второй лапки. Возвращаемся к голове нашей птички. Сделаем клюв. Беру желтую бумагу и скручиваю ее конусом. Закрепляю край клеем, а лишнее просто отрежу. Конус примеряю на заготовку. Если все подходит, приклеиваю его к втулке. Наношу клей на бумагу и аккуратно вставляю вовнутрь. О, длинный клюв получился. Смотрите, как это будет выглядеть. Сделаю птички глазки. Я их уже нарисовала на белой бумаге. Приклеиваю глазик с одной стороны. А теперь с другой. Проверяю, чтобы получилось симметрично. Кажется, чего-то не хватает. Ага, нарисую реснички. Одну, вторую, третью. Ох, милашка! Переходим к туловищу. В большом цилиндре нужно сделать отверстие. Три с одной стороны. Вот так. И три с другой стороны. В центральное отверстие продену тонкую веревочку и завяжу узелок на конце. Переворачиваю. В крайнее отверстие я закреплю ножки моей птички. Смотрите, как здорово получается. Скрепляю голову и туловище. Продену шнурок в центральное отверстие. А внутри завяжу узелок. Я вырезала два маленьких крылышка. Они будут крепиться вот здесь. В крайних отверстиях с помощью ниток. Смотрите, как классно получилось. Крылышки свободно двигаются. Остается закрепить веревочки на тонкую палочку. Просто сделаю пару витков и завяжу узелок. И вторую веревочку точно так же. Лишние концы просто обрежу. Вот какая у меня получилась птичка. Привет! А что меня снимают на камеру? Класс! А как вы меня назовете? Придумайте мне имя. Напишите в комментариях, как по-вашему надо назвать эту птичку. Я выберу самое забавное имя и передам привет его автору. Ну вот и все. Подписывайтесь и до новых встреч на канале Гейм Джулия.